Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Нет, это не сработает, потому что акцент именно сделан, что специализирующийся. Сверно, что основная доля товаров, которые идут к реализации, это те товары, которые перечислены с обстановлением. С 22 ноября в Кировской области без QR-кода нельзя будет посещать ювелирные магазины, автосалоны, магазины запчастей, стройматериалов и мебели, спортоваров и ряд других. При этом власти полагаются на добросовестность граждан и предпринимателей. Рейдов по контролю чиновники не анонсируют. Программа Экономика. Почти полторы тысячи кировских предпринимателей получили субсидии из-за ковид-ограничения. Российские власти снова выделяют деньги на поддержку бизнеса из наиболее пострадавших сфер. Получить можно разово сумму из-за расчета 1 МРОТ, это 12 792 рубля на одного сотрудника в период режима нерабочих дней. Заявление можно подать в налоговую до 15 декабря. На 15 ноября поступило 3000 заявлений. Почти по половине из них выплаты уже произведены. А на общую сумму 130 миллионов рублей. По 400 заявлениям отказали. Чаще всего причиной для этого становится несоответствие в виде деятельности заявителя о КВЭД, указанном в правительственном постановлении по субсидиям. Экономика на 101 ФМ. Айтишникам неинтересно работать с кировскими предприятиями. Об этом говорилось в правительстве на круглом столе промышленная рядка в цифровом развитии. На нем обсуждалась стратегия цифровой трансформации региона в разрезе промышленности. Зам. директора Института математики и информсистем ВИАДГУ Антон Зимцов отметил, что в регионе остро стоит проблема оттока АйТи специалистов в мегаполисы. При этом для молодых людей деньги не единственный и часто не самый важный фактор. Важны также условия труда и уровень реализуемых проектов, то, насколько они интересны и разнообразны. Экономика. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 72 рубля 60 копеек, евро 82 и 26. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 ФМ.